Над Белоруссией вновь плывет звон колоколов, которые молчали в дни Великого Поста, будто зазывает прихожан в храмы. Великий праздник – он символ духовной радости, объединяющей миллионы верующих. Сегодня они живут верой и надеждой в лучшее. И этот душевный подъем не испортит набегающим тучам. Желаем всем здоровья, мира и добра во всех семьях, во всех домах, чтобы все было хорошо. Я сама родилась в Копосе, и мы жили рядышком тут с храмом. И вот звон колоколов, воскресенье, праздники, всегда такое, знаете, воспоминание детства, какой-то чистоты. И вот сегодня, в такой праздник, хочется сказать, что люди должны понимать и дорожить, и верить в то, что мы имеем в лучшее. И своими не только помыслами, но и делами. Жизнь нашу улучшать и делать все для того, чтобы нам жилось и дальше, получше, чтобы с верой мы жили. Конечно, надежда на самое лучшее, чтобы мир был, чистое небо. И погода у нас сегодня, смотрите, какая хорошая, солнышко светит. Ведь правда, Пасха, она в сердце, тут уж погода бессильна. И сегодня, спустя, кажется, неделю после беспросветных ливней, выглядывает солнце, согревая копы с светом и теплом. Небольшая местная церквушка не может вместить всех желающих. Александр Лукашенко сегодня тоже обычный прихожанин. Всякий раз в этот светлый день президент уезжает из мегаполиса, посещая святыни в разных уголках страны. Небольшие душевные храмы, возведенные без особой помпы и дорогих убранств, словно маяки веры, в которых живет душа белорусов. Храм преображения Господня в Копусе на малой родине президента один из таких. История помнит, первый храм на этом месте появился более 300 лет назад. Многократно перестраивался в век деревянного зодчества недолг. Последний раз пять лет назад местные жители просили об этом президента. К тому времени церквушка стала ветшать, храму помогли, отстроили менее чем за год. Для верующих это событие, между Оршей и Шкловым это единственный действующий храм. На важные церковные праздники и просто за добрым словом и поддержкой сюда съезжаются со всей округи. Местные уверяют, приход удалось сохранить даже в самые сложные времена, когда храмы, но не вера, были под угрозой. И эти двери закрывали разве что на очень короткое время. И по сей день прихожане идут сюда будто на свет. Президент по традиции тоже войдет в храм. Мы поздравляем с Пасхой вас! Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть облекается в слова благословения небес! Сегодня, в этот светлый день, открыто сердце для чудес. Душа ликует и поет. Христос воскрес! Христос воскрес! Бои! Бои! Спасибо! После поставит свечу и наверняка попросит о чем-то своем. А затем тепло поздравить прихожан. Просто. От души. По вашим лицам я заметил, что действительно сегодня самый добрый и желанный праздник. Так было всегда. И этот праздник всегда людям дарил надежду. Надежду на справедливость и счастье. Надежда в наших сердцах живет и поныне в каждом человеке, не только в Беларуси. И этот великий праздник, светлый праздник, который мы всегда могли только сравнить со светским праздником Днем Победы. Это равносильно тому, хотя и Владыка мне говорит всегда, что без Бога и победы не было бы. Но тем не менее, эти два великих праздника всегда в душе, всегда в сердце нашего человека. И принято, тоже так говорят, отмечать этот светлый праздник в кругу родных и близких тебе друзей. Вот и причина, почему я приехал сегодня на эту святую родную землю, где когда-то родился. И много раз. Модно было, наверное, интересно было. Мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей. В основном это были матери, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник. В этот день люди обращаются к Всевышнему в молитвах, просят у небес главного, каждый чего-то своего. Но президент уверен, помыслы верующих сегодня едины, и молитва у всех одна. Она о согласии и мире. Он вновь у опасной черты. Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к нашим белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры. Ну чего там его народ все время, лишь бы не было войны. А я всегда говорил, если война, ничего не надо. И как актуально сегодня звучат вот эти просьбы и требования белорусского народа, лишь бы не было войны. Поэтому во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы, я хотел бы обратиться прежде всего к нашим соседям. Давайте жить дружно. Я хотел бы попросить своих коллег, политиков, давайте не будем беситься, давайте не будем создавать нашим людям проблемы. Их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможенном мире. У них все было, у нас ничего не было, а у них было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы, соли нет. Мы, как благородные люди, открываем эту границу, и особенно в канун религиозных праздников, Пасхи католической, православной, приходите, здесь ваши люди. Мы по-соседски всегда подходили и относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И мы единственное хотим, чтобы такое было отношение и к нам. Но пока в нашем общем доме далеко от спокойствия, о своих чаяниях и надеждах на лучшее нам скажет едва ли не каждый, кто пришел сегодня в храм. Испытаний для Беларуси за всю историю было уготовано и вправду немало. Даже подумается, вот она проверка на прочность и для веры, и для верности своей земле. Беларусам я хочу только сказать одно. Счастье, по большому счету, у нас одно. Надо сберечь нашу землю. Берегите Беларусь. Потеряете свою землю, не будет у вас ни здоровья, ни счастья, не будет у вас ни денег, ни соли и детей ваших не будет. Это не все мы понимаем. Большое это дело беречь Беларусь. Мы все понимаем, когда теряем вот что-то в своем доме. А это большой дом. Так вот, запомните, не будет этого большого дома и этого вашего маленького дома не будет. А если мы встанем на колени, то и наших православных храмов не будет, как это было всегда в истории нашей страны. А напоследок президент призовет задуматься каждого. Если не о смысле жизни, то точно о чем-то очень важном. Ответы можно всегда найти в храме. Его двери в Беларуси не закрывали ни для кого и никогда. Много веков тому назад, больше 20, он пожертвовал собой во имя человека, во имя людей. И это большая школа для нас. Во-первых, мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас, во имя людей. А я бы вас попросил, чтобы вы всегда ценили этих жертвователей, как мы ценим его. К сожалению, не так много у нас людей, которые умеют жертвовать не то, что собой, но и своим. Но их появляется все больше и больше. И если мы будем ценить этих людей, их будет много. Такая философия жизни. Спасибо вам, тем, кто ради людей верит, кто живет ради людей, жертвует своим временем, здоровьем. Хочу вас от всего сердца, как глава государства, поблагодарить. Будьте всегда со своим народом. Нет в мире более преданных священнослужителей, чем в Беларуси. И честных, самых-самых честных больше нигде нет. Да, священники разные, как и все мы. Они от нашего общества. Но самые преданные, честные и надежные. Не потому, что я здесь с ними, в Беларуси. Потому что у нас еще осталось то светлое, нетронутое и незамутненное, что досталось нам в наследство от наших предков. Здоровья вам, дорогие земляки, дорогие беларусы. Христос воскрес! Боисти на воскресе! Сказаны замечательные слова. Нет выше любви, чем любить своих близких. Это любовь к Богу и к людям, это очень-очень важно. Везде видеть образ Божий. С Божьей помощью будем идти по отведенному пути, как воины Христовы. Чтобы мы могли с вами этим злым вещам, которые совершаются, воины и так далее, уметь противостоять. Противостоять Духом Божьим. А для этого нужно себя укреплять, твердость иметь. По доброй пасхальной традиции президент и владыка обменяются подарками. Глава государства вручит храму икону Пресвятой Богородицы Адигитрии. А в дар примет пасхальные яйца – символы новой жизни. Презент от главы государства получит и прихожане. И вот уже несколько лет к ряду президент вручает малышам свой фирменный шоколад. Здоровья! Успеху вам! Здоровья! После богослужения прихожане еще здороваются друг с другом пасхальными приветствиями, а после спешат за праздничный стол. Все же пост позади. Можно не отказывать себе в угощениях, но праздник на этом не заканчивается. Вся предстоящая неделя будет такой же светлой, как и это воскресенье. Особое время размышлений и молитв, когда крепка вера в чудеса, сердца наполнены мудростью, согласием, а стремление к созиданию добрым делам способны изменить даже ход истории. В главном эфире Ольга Онищенко, Алексей Волков, Александр Олешко и Иван Мартынович.